Друзья, даже если вы не планируете покупать новенькую бесщеточную мини пилу или углошлифовальную машину на аккумуляторах, вам будет интересно узнать на сколько резов хватает заряда батареи и что находится внутри. Выявим сильные и слабые стороны, а в конце поговорим о недостатках. А еще оценим ремонтопригодность и сравним с похожим инструментом, после чего подведем итог. Стоит ли бесщеточный инструмент своих денег и что лучше покупать. Инструмент VASAE доставили с озона в Белоруссию за неделю. Бегло посмотрим на комплектацию и приступим к тестам. Кейсы из полиэтилена. Не прослужат долго. Начнем с уши. Паспорт. Два аккумулятора на 20 вольт 4 ампера часов. Весит аж 554 грамма. Внутри 10 полноценных банок по 2000 мАч. Плата защиты с зарядным гнездом. Есть продажи на озоне. И что важно батареи взаимозаменяемые с инструментом Makita. Зарядка словно пустая. 164 грамма. Всего 1 ампер. К тому же не разборная. Редуктор компактный. Тушка вращается на 180 градусов. Фиксируется в трех положениях. Кожух винтовой, простой. Вес с аккумулятором 1967 грамм. Еще положили ключ и три диска по металлу. Болгарка трехскоростная. В скорости переключается кнопкой рядом с индикатором. Уровень заряда можно контролировать тут и на батарее. В блок управления вшита защита на случай включения при замене батареи и на случай заклинивания диска. В руке лежит хорошо. Пока отложим в сторону. Мини пила. Инструкция похожа одна на весь инструмент в Асайи. Оно и понятно. Все равно никто не читает. Пила тоже хорошо лежит в руке. Кнопка с механической защитой. Пока не нажмешь боковую кнопку, клавиша не подаст питание на мотор. Внешне похоже на самую дешевую мини пилу. Позже разберем и сравним обе. Зарядная точно такой же. Аккумулятор на 4 Ач. С этим теперь их три. Еще положили две 6 дюймовых цепи. Масленку. Шина 15 сантиметровая. Ключик для шины хороший. И вот такая чудо отвертка. Пила в сборе весит 1 килограмм 426 грамм. Щеточный аналог на 400 грамм легче. Ну что приступим к испытаниям. За кадром обрезал десятка два веток. И хорошую ветку ясеня для тестов. Ясень если кто не в курсе. Чуть тверже дуба. В диаметре не менее 11 сантиметров. Поставим свежую батарею. Сегодня кстати жарко. 26-28 градусов тени. Время 9-18. Посмотрим сколько получится срезов на одной батарее. Погнали. Цепь только с упаковки. Шину смазал. Малость подтянем цепь. Если бы я пилил щеточной мини пилой, то она бы уже сдохла. Эта пилит бодро и даже не греется. Уже более десятка. Батарея пока в норме. Что покажет тепловизор. Двигатель нагрелся до 71 градуса. Блок управления 45 градусов. Пилим дальше. Уже сделал около 20 спилов. Проверим батарею. Все те же четыре палки. Значит подсела цепь, потому что перить чуть тяжелее. Температура выше не идет. Время 9-30. За 12 минут сделал 22 среза. А диаметр бревна пока такой же. За кадром подточил и смазал цепь. Температура пока точил упала до 42 градусов. Продолжим. Так. После сука диаметр бревна уменьшился до 10 сантиметров. Судя по диодам батарея не садится. Но в это уже верится с трудом. Ну вот. Мощность заметно упала. Горит три диода. Похоже это все. С момента падения мощности успел сделать пару спилов и батарея на нуле. Малость остыла. Горит два диода. Допилить бы этот срез. Нет. Это все. Давайте подсчитаем. 41 срез. Признаться от этой мини пилы такого результата я не ожидал. Щеточная мини пила, которую все так хвалят, сделает четыре таких реза от силы пять. Это пилит не напрягаясь. При этом некоторые срезы больше пятнадцати сантиметров. Почти сорок два реза. А если учесть, что аккумуляторы, как достал с коробки я не подзаряжал, то вполне вероятно, что срезов было бы больше. Последний срез дорежем по ударам. В общем с такой пилой можно смело ездить на рыбалку с ночевками. Незаменима она и настройки, опалубки, деревянные полы, обрешетка и так далее. Эта пила успела поучаствовать в демонтаже старых полов. Будет хорошим помощником в саду, правда с одной оговоркой. Заявленных 4500 оборотов все же маловато для аккуратной обрезки деревьев. Остаются задиры. Зато болгарка с трезубым диском мелкие ветки режет легко. Это один из самых опасных дисков по дереву, но на такой УШМ с ним работать можно, потому как есть защита от заклинивания и перегрузок. Если диск зажмет, УШМ резко отключается и из рук не вырывается. Таким образом мы плавно перешли к испытаниям бесщеточной УШМ. Резать будем дисками, которые были в комплекте. Поставим свежезаряженный аккумулятор. Температура в гараже 22 градуса. Резать будем в стальную трубу диаметром 25 миллиметров. Толщиной стенки 1.8 миллиметров. Поехали. Вырубилось. Сделали пока десяток резов. Батарея полная. Едем дальше. Первому диску капот. Как рассыпался. Ставим другой. Погнали. Опять вырубилось. Никак не хочет работать. Посмотрим температуру. Двигатель где-то 50 градусов. Блок управления около 40. Ладно. Режем дальше. И опять вырубилось. Двигатель 55 градусов. Аккумуляторы нагрелись до 30. Вчера я ее резал при температуре воздуха 30 градусов. Температура двигателя поднималась до 70. Первый десяток резов тоже сделал бодро. Дальше как и сегодня вырубалось через 2-3 реза. Видимо происходит локальный нагрев блока в том месте где находится датчик температуры и она отключается. Положительное в этом то, что она не сгорит. Но резать придется с короткими перерывами. Будь в гараже не 22 градуса, а около нуля, она бы наверно не грелась, а мерзла. Как и в случае с мини пилой, батарея все еще полная, а напилили уже порядком. Режем дальше. Второй диск подходит к концу. Кстати, уже два с половиной диода осталось. И похоже на этом все. Проверим другой батареей. Да, режет как на втором дыхании. Подведем итог. Сточили почти два круга. Одной зарядки хватило на 29 резов. И даже на 30. Один вплавился в подошву. На самом деле она работала больше недели. Особенно понравилась на ремонте козова. Там она вырубалась только когда садилась батарея. Несмотря на то, что львиную работу выполнил пескоструйный аппарат с компрессором, она тоже потрудилась на славу и оставила хорошее впечатление. Основные достоинства. Весит 2 килограмма. Небольшой редуктор с вращающейся на 180 градусов тушкой. Удобный хват и никаких проводов. С другой аккумуляторной УШМ устаешь быстрее, потому что тяжелее и хват шире. Теперь посмотрим, что же там внутри. Начнем с редуктора. Смазки достаточно. К плюсам отнесем игольчатый подшипник. Разбираем дальше. В ручке находится кнопка питания на 10 ампер. Не такая как обычно. Блок управления залит композитом. Тут 6 светодиодов с кнопкой. И конденсатор на 35 вольт тысячу микрофарад. Бумажку наклеили, чтобы контакты аккумуляторной площадки не касались блока управления. Как по мне она даже проще, чем проводные УШМ. Посмотрим какой тут мотор. Вентиляционных отверстий явно недостаточно. Неодимовые магниты не хотят отпускать. Нужно тянуть с усилием. Вот такой мощный магнит. Подшипник с маркировкой 60 и БРС. Вентиляция и тут довольно скромная. Пластик относительно толстый. Скорее всего полиамид. На ручке тоньше. Сборка и разборка занимает минимум времени. Теперь разберем мини пилу. Чтобы снять звездочку нужно снять стопорное кольцо. Открутим 9 саморезов. И все. Пилу разобрали. Корпус кстати из нескольких частей. Можно отдельно добраться до кнопки либо до двигателя с редуктором. Выключатель и здесь на 10 ампер. Защита реализована в форме стальной скобы. Отодвинул скобу, кнопка нажалась. Блок управления проще и тоньше. И также залит композитом. Конденсатор на 35 вольт 478 микрофарад. Редуктор я такой уже видел. Сейчас открутим и рассмотрим. Да, это точная копия редуктора, как и у щеточной мини пилы. Моторчик тут меньше чем у болгарки, но принцип тот же. Если открутить 4 винта, вытянем магнитный якорь. Разберем старую мини пилу и сравним. В этой нет никакой защиты и блока управления. Все до безобразия просто. Кнопка тоже самая простая и поверьте, она не раз чего-либо касалась в движении и сама включалась. Двигатель тут в диаметре такой же, но длиннее из-за щеток. Забавно то что этот двигатель больше, но не такой мощный как бесщеточный. Зато редуктора и ведущие звездочки абсолютно одинаковые. И если что, я знаю, кто может быть донором. Обратная сборка занимает также пару минут. Подведем итог. Что касается мини пилы васайи, однозначно можно брать. Если своевременно следить за цепью, прослужит долго в отличие от такой. Пластик тут потолще, ничего не скрипит, не лифтит. Одного заряда хватает на полчаса непрерывной работы. И не говорите, что эта пила пилит 2 часа. На таком аккумуляторе это физически невозможно. Максимум 15 минут. Что касается качества сборки и какой-либо безопасности, я и вовсе молчу. Относительно бесщеточный УШМ у меня неоднозначное мнение. Удобная, легкая, небольшой редуктор, вращающаяся тушка, защита от перегрева и прочей плюшки все супер. Для легких и мелких работ смело можно рекомендовать. Но если бы мне нужно было резать рельсы или швеллера, я бы взял УШМ с 230 кругом. Продумать хорошее охлаждение для такой УШМ непросто. И вот почему. В двигателе стоит мощный неодимовый магнит, на который при работе налипает мелкая стружка металла. Если сделать вентилируемое отверстие больше, то и стружки налипать будет больше. Поэтому раз, два, пять месяцев, то как работает, якорь нужно снимать и удалять металлическую пыль. Я с металлом ей работал мало, тем не менее стружки уже немного собралось. Еще мне не понравилось, как реализован поворотный механизм. Что вам это напоминает? Лев прямо как моей бюджетной мини пиле. Со временем я думаю они это исправят. Ну а мне придется ждать пока щель забьется грязью, либо колхозить какой-то вкладыш. Есть одно замечание по поводу кнопки поворотного механизма. Она очень мягкая. Когда часами снимаешь ржавчину и краску, случайно нажимаешь на эту кнопку. Сделайте ее более тугой. Индикация у батареи работает некорректно. Скорее всего потому, что нет балансировки. Именно поэтому уровень заряда падает резко на последних минутах. Возможно можно на это закрыть глаза. Ну а если к примеру берешь как бы полностью заряженный единственный аккумулятор. Начинаешь резать. А там в реальности заряда на пару резок. Кстати одна амперная зарядная. Такой аккумулятор заряжает четыре часа. Я нашел двухамперный блок. Зарядка идет чуть быстрее. И пару слов о кейсах. Они конечно удобнее обычных коробок. И вроде бы как подходят для инструмента. А вроде бы как и нет. Ячейки для аккумуляторов и зарядного меньше. Тем не менее впихнуть не впихуемые получается. Со второй, третьей попытки. Вот кажется и все что я хотел вам рассказать. Пишите в комментариях пользуетесь ли вы бесщеточным инструментом и как часто и какие у впечатлениями. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.